Всем здорова народ с вами Варчик прислали мне вот такой вот реплейчик в новую рубрику сразу оперативненькая бой на скорпионе на карте мураванка итак это новая рубрика в которой я буду разбирать реплеи зрителей которые вы присылаете за что вам спасибо и буду объяснять где ошибки были как их исправить и что нужно было сделать лучше и что можно было сделать лучше поскольку сейчас очень часто люди пишут что поражение много туда-сюда и мне интересно действительно ли поражение были из-за игры там ли еще чего-то может быть вы могли сделать больше и я вам подскажу где итак скорпион карта мураванка и сразу что я вижу просто без всяких там объяснений почему да нет скорпион без доппайка и с доппайком это два разных танка поэтому просто деда вольфи ник нашего супергероя пожалуйста поставь доппайок не важно что он там фармит не фармит больше меньше просто поставь доппайок и поиграй с доппайком все это первое поскольку это два разных танка с доппайком и без доппайка да он стоит там 20 тысяч каждый бой но что делать захочешь хорошо играть придется поставить доппайок и сразу же в первом же выстреле видно что сразу упреждение берется крайне никакое нету упреждения то есть танк сейчас ехал стрельба велась тупо в него не на ход а в него но это не очень дальше тут стоим в кустах выцеливаем и стреляем в кв 122 который принципе прямо находился по отношению к нам и никуда в бок не ехал и поэтому мы попали сейчас то же самое cdc заворачивает уже в сторону но мы стреляем прямо это тоже не очень да когда ты наводишься на врага то прицел не перекосит вверх там или еще куда-нибудь когда целишься на упреждение по горизонту может прицел немного там упасть или подняться или еще что-то там случится с ним но ты все равно не попадешь нужно стрелять на упреждение и снова танк едет вправо ты стреляешь просто прямо не наход танку а просто в него и это уже ну пару уронов можно было бы сделать больше и выбор позиции ну в принципе позиция вроде бы неплохая вроде бы неплохая позиция но вот левее здесь союзник стоял он уехал лучше стоять наверное левее поскольку здесь деревья будут закрывать вот эти кусты вот эти кусты не дают никакой маскировки когда ты стреляешь если ты стреляешь вот эти кусты ничего тебе не дают вот этот куст даете маскировку вот это дерево вверху дает тебе маскировку но ты же не подпрыгнешь вот это вот это дерево маскировку дает вот это дерево может быть даст маскировку потому что она чуть подальше этот микро кустик дает маскировку а вот эти жирные кусты они после выстрела не дают никакой маскировки потому что они находятся очень близко после каждого выстрела в радиусе 15 метров никакие кусты деревья все что там вообще находится не дает маскировку после выстрела долю секунды никакой маскировки не вообще нету потом она опять включается но этой доли секунды достаточно чтобы ты засветился поэтому честно говоря что ты здесь стоит что ты в открытом поле станешь разница лишь в том что когда ты не стреляешь эти кусты дают маскировку а когда ты стреляешь этих кустов то и нет в принципе плюс еще здесь один моментик будет во время выстрела не знаю он сейчас будет или нет да вот сейчас опять ты стрельнул не на упреждение просто вот увидел где-то прострел и просто в него садишь и тут начинаешь мышкой дергать типа мышка не не двигалась такое бывает у многих танкистов и сейчас если уже посмотреть на карту если посмотреть на карту то уже можно было бы куда-то двигаться во первых я бы скорее всего если бы играл на скорпионе я был играл здесь поскольку можно стрелять на центр и при возможности можно стрелять по перекатке и можно также еще при желании просто въехать во врагов если здесь будет преимущество и пострелять а потом уже вернуться либо поехать на один из флангов здесь тоже вроде неплохо стрелялась но судя по твоей стрельбе ну не очень стрелялась потому что ты именно сам ошибки стрельбе делал а тут еще с центра можно было бы пострелять в эти бугорочки на 2 3 линии и там очень часто подставлялись можно бы посмотреть по карте чуваки на тяжах можно было проехать дальше и вообще просто стрелять им ровно в бочину но тем не менее мы уже этот фланг выиграли типичные союзники поедут в красную линию играть открытое поле хотя здесь достаточно сначала два танка потом вообще одного чтобы просто подсвечивать фланг вдруг кто-то поедет они здесь будут тусоваться да правильно что здесь будет один танк но у нас будет больше танков и также еще эти враги которые играют вторую третью линию они поедут вперед они поедут вперед и нам бы отсюда можно было по ним пострелять подъехать сюда вот поближе пострелять потом отъехать у нас же есть скорость но мы мы весь бой не пользовались скоростью скорпиона мы не приехали на центр не отстреляли сюда мы потом не переместились по когда можно было пострелять сюда мы сейчас не переместились сюда пострелять в тяжей который вот он по полю едет можно было бы одну две тычки дать а потом можно было бы спокойно уехать скорость у скорпиона есть и ей можно было бы пользоваться пока я 25 умирает он Все светит, посмотри сколько там Просто жесть Стрельнул хотя бы одну тычку, вернулся Все равно ты ничего не делаешь И следующая ошибка Это вот эти вот Домики Ну в принципе можно там Пострелять с них, но Опять та же самая ошибка Которую я говорил Здесь, когда стоял Вот тут на балкончике Возле кустов, то же самое здесь Ты стоишь В притык К деревьям и кустам Это значит, что В тот момент, когда ты стреляешь Они не работают, а работают только те Которые находятся дальше Поэтому ты будешь светиться Нужно действовать следующим образом Допустим, возьмем Вот это вот дерево, которое возле дома валяется Ты подъезжаешь к нему Допустим, подсвечиваешь здесь танки Ты их засветил, потому что дерево Дает маскировку И чтобы, если ты еще хочешь в них стрельнуть Отъезжаешь от дерева Дерево становится непрозрачное Нормальное Ты стреляешь Не светишься, скорее всего Если он не впритык Если враг очень близко Ты засветишься Раньше была такая фишка Что когда кусты и деревья Там непрозрачные Они дают 100% маскировку Ты не засветишься Даже если враг находится очень близко Разве что там Если 50 метров Это риньен И засветятся все И если Расстояние больше 50 метров И между тобой и врагом Кусты непрозрачные То ты не засветишься Сейчас Нету такого Чтобы кусты и деревья Давали 100% маскировку Но они дают маскировку То есть тебе надо отъехать назад Стрельнуть Скорее всего Ты не засветишься Если между вами хоть какое-то расстояние есть И тогда подъехать опять к кусту Либо поехать в укрытие Если ты предполагаешь Что ты возможно засветишься Потом отсвечиваешься Либо ты не засветился И сразу можешь подъезжать Повторно светить Либо ты если засветился То отсвечиваешься Это раз Следующее Эти домики находятся в открытом поле Если тебя здесь будут напрягать Тебе некуда деться Никогда не занимайте позиции Из которых Некуда деться Нету каких-то Развитий В дальнейшем движении Не загоняйте себя в угол Казалось бы Это не угол Это открытое поле Но если ты засветишься Ты же не поедешь По открытому полю убегать И вот получается Что мы посреди поля Светимся И стоим Стреляем здесь Тут Можно было Чуть-чуть ниже стрельнуть Буквально на миллиметрик Чтобы стрелять В середину танка Ты стрельнул высоковато Снаряд еще выше улетел Мне сдается Есть какие-то проблемы С прицеливанием Судя по тому Что ты там в одном моменте Мышкой дергал И здесь Не четко прицелился Такое бывает И у меня бывало И наверное у многих Возможно бывало Также еще На карту Чаще нужно смотреть Поскольку там танк Не знаю Не помню В этом моменте Или в следующем Светился очень долго А ты не заметил Короче говоря Вот сейчас тоже Сушку как-то Ты заметил Чисто потому Что из прицела вышел То есть на карту Мне кажется Редко смотришь Чаще можно смотреть Проблемы есть Со стрельбой Какие именно проблемы Либо у тебя Нет коврика вообще Либо если Есть коврик То он грязный Есть такая проблема Что если коврик грязный То мышка На нем плохо Двигается Вот сейчас Центурион светится И ты на него Сведешься Лет через пять Поскольку он уже Давно светился И можно было Раньше Но здесь В принципе Ты на него навелся Хорошо Убил Отлично При том что Ну не убил Сбил захват При том что Он отсветился уже И вот ты Находишься уже В такой ситуации Что и справа Все давится И слева Уже поддавливает То есть смотри Если бы ты Приехал в начале На центр Дал пару тычек В тяжей Они здесь подставлялись Они бы уже были Не такие фуловые Они бы уже Не так бодро Поехали вперед Потом бы ты вернулся Пострелял сюда По этим танкам А пострелял бы Не так как ты стрелял А пострелял бы лучше Потому что ты не стреляешь На упреждение Ты стреляешь просто Вот где силуэт Увидел Туда и хуячишь То есть ты ему Наперед не стреляешь Это ошибка Да возможно Не все б снаряды Попали Если б ты даже На ход стрелял Но так ты вообще Ни разу не нанес Урон там Только в тех Кто стоял на месте Потом После того как Здесь пострелял Вперед Можно было вернуться На базу И пострелять Еще здесь По перекатке То есть Ты не додал Урона Очень много Ты сейчас Буквально Один раз Блайндом попал И 1300 урона У тебя уже могло быть 2000-3000 урона Спокойно А 2000-3000 урона Это у враги Были бы просажены На столько хп И они бы уже Не чувствовали себя Так бодро Они бы уже Не так жестко Ехали вперед Тяжик бы возможно По второй-третьей линии Не поехал так жестко Вперед Плюс еще Когда бы ты вернулся На базу С красной линии Пострелять Когда Е25 Там светил Еще бы враги Просели по хп И тут ты уже В поле Остаешься один Ты плохо Вводишь мышкой Или плохо На упреждение Берешь Возможные причины Которые были у меня И которые Я знаю Как исправить Грязный коврик Просто идешь Помыл Водой там Замочил Помыл Там просто Ничего сложного Высушил И все Коврик чистый Мышка будет Быстро по нему Ладенько Четенько Во-первых Во-вторых Коврик в принципе Должен быть По-любому И должен быть Скорее всего Большой Чем больше Тем лучше У меня два коврика Один вообще Я не знаю Вдоль всего стола Длинный Есть большие Длинные коврики На которые Можно поставить Клавиатуру И еще пол стола Занимает там Место для мышки Здоровенное Здоровенный коврик Есть еще просто Квадратный Большой коврик Такой Они стоят Я не знаю Один большой Длинный У меня 1400 Стоит И SteelSeries 2000 Кажется Квадратный Большой стоит Они реально Стоят своих денег Поскольку мышка Реально Охеренно По ним Ездит И Нету такого Что ты Вот в каком-то моменте Целился в CDC Или не помню в кого И Вроде бы ты хочешь Мышку сдвинуть Но она ни хера Не двигается Ты стреляешь Уже Потому что уже Пора стрелять А потом Вот так Дергаешь мышкой Очень Знакомые ощущения Почему мышка Не двигается Потому что Коврик Грязный Это Раз Второе Почему Может Не двигаться Мышка Если Мышка Плохая Или ДПи Маленький Или что Что-то Заходим В драйвера Своей мышки Открываем Если У вас Мышка Вообще Просто Убогая Там Нет никаких Ни драйверов Нету Профилей Для ДПи Вот у меня На одном ДПи Дефолтный 800 стоит Ну тут SteelSeries 810 Написал Неважно В одном Режиме У меня Вот 800 ДПи Во втором Режиме 1600 800 ДПи Это у меня Для других Игр 1600 ДПи Это когда Я играю В картошку Почему Почему Для картошки 1600 ДПи Почему Для картошки Аж столько Много ДПи И почему Вот у меня Стоит Сейчас 1600 ДПи И почему Она Ну плавно Вот двигается Потому что Я захожу В настройки Управление И ставлю Чувствительность Просто Малюсенькую Изначально Чувствительность Где-то Посередине И если Оставить Посередине Чувствительность И поставить 1600 ДПи То мышка Будет по всему Экрану Летать Как бешеная Это нам Не надо Потому что Мы никуда Не прицелимся Если Не стоит 1600 ДПи То Бывает Такое Что ты Вот просто Навелся Возле Врага И все И какого Это черта Она просто Ну не хочет Двигаться Все Ставишь 1600 ДПи И ты можешь Буквально Вот так Вот смотрите До микромиллиметрика Я могу Двигать Просто До микромиллиметрика Вот враг Вот враг Смотрите Как я могу Мышкой Плавно Выцеливать Любое место Абсолютно Любое Но как только Либо Коврик Грязный Либо ДПи Стоит 800 Бывает такое Что ты Вот просто Навелся Вот сюда Не в середину Танка Вот сюда Надо стрелять Сюда Наводишься Вот сюда И вроде Хочешь мышку Довести Ты ее вроде Двигаешь Но она Чет Не двигается Не двигается И все И такое Дерьмо Бывает Я По себе Знаю Что у меня Такое Было И я Знаю Как это Исправить Либо Пойти Коврик Помыть Если он Уже Грязный Либо Поставить 1600 ДПи Ничего Сложного Нету В 1600 ДПи Просто Поставить И потом Переклацывать Кнопкой Возле Колесика Режим ДПи То есть Именно Под картошку У меня 1600 Хотя И с 800 Можно Играть Но Даже Играя С 800 На охрененном Коврике Который На весь Стол Все Гладенько Четенько Удобно Даже При этом У меня Бывали Такие Моменты Что Я Даже Лехе Иногда Говорю Вот Довел Мышкой И все И она Дальше Как Залипла И Не Не Хочет Двигаться Просто Ставишь 1600 ДПи Она Начинает Двигаться О Чудо Она Не то Что Прям Вообще Не Двигается Просто Ты Как Такие Вот Ошибки И Такие Вот Дела В бою Бой Проигран Урона У нас Почти Нет Мы Там Блайн Меч Еще Настреляли Пару Раз Кажется Но В итоге В этом Бою Могло Быть Намного Больше Урона Итак Какие У нас Были Ошибки Вначале Мы Приехали Сюда В кустик Просто По кемперить Вперед В принципе По кемперили Стрельбы У нас Было Много Возможности Нанести Было Много Но Были Ошибки В стрельбе Дальше После того Как мы Постреляли Нам Нужно Было Поехать Назад На базу И Прикрыть Союзника Который Там Умирал На Е25 И Мы Этого Не Сделали Мы Этого Не Сделали И Не Дали Лишних Выстрелов После Того Как Мы Прикрыли Если Врагов Там Оставалось Много Они Не Посливались И Продолжали Бы Атаку Нам Нужно Было Бы Отъезжать Назад Либо Сюда Либо Сюда И Потом Уже Действовать Либо Так Либо Так То Грая От Рассто Расстояние От Кустов Накидывать Урон Либо По Атакующим С Одной Стороны Либо С Другой Еще Вариант Есть Если Б Я Играл Я Сначала Сюда Приехал Есть Возможность Сразу По Перекатке Пострелять Есть Возможность Пострелять Сюда В Сторон Также Можно Легко Переехать И Сюда И Сюда И Потом Ехать В Атаку Либо Возвращаться На Базу Ехать Сразу В Угол Ну В Принципе Да Стрельбы Тут Было Много Но Опять же Тогда Нужно Стрелять Хорошо С Центра У нас Открывается Больше Возможностей Но Нужно Становиться Здесь Под Кустики Для Того Чтобы Чел Который Подъезжает Вот Сюда Не Подсветил Нас Сразу На Первой Минуте Боя Так В Можно Было Победить Также Данному Игроку Нужно Победить Две Вещи Свою Стрельбу Поправить Ошибки В стрельбе Каким Образом Я Подсказал И Также Еще Нужно Использовать Скорость Скорпиона В этом Бою Скорость Скорпиона Не Была Реализована Вот Такие Вот Дела Это Первый Вот Выпуск Такой Вот Рубрики В которой Я Буду Помогать В Разбирать Свои Бои То Вы Не Будете Развиваться В игре Поскольку Сами Вы Возможно Не Можете Правильно Разобрать Свой Бой То Я Вам Помогу Для Этого Присылайте Мне Такие Реплеи Можете Даже Серию Боев Присылать Как Мне Прислать Бои Заходите На Вот Реплейс И Нажимайте Войти Входите В аккаунт Через Картошку Вошли В аккаунт Нажимайте Залить Реплей Выбрать Файл И Загружайте Уже С того Места Где У вас Есть Реплей После Этого Заходите Ко мне На Канал Или В Группу В Контакте И Пишите Свой Ник Я Зайду На Вот Реплейс Нажму Найти Реплей Игроки Или Кланы Введу Ваш Ник Который Вы Мне Прислали Зайду На Этот Ник Вот Впринципе И Все С вами Был Варчик И Рать Красиво Пока Продолжение следует Продолжение следует